Всем привет! Привет, я Евгений Матвеев, это мастерская Питстоп. В общем, как обещал, сегодня будет видеоматериал по поводу того, как же я сюда совал электронное зажигание. В общем, для этой мероприятия я заблаговременно, не без помощи Сашки, приобрел генератор новый, двухфазный. Обязательно нужен генератор. О, мы это еще проверим, двухфазный ли. Он должен быть с индуктивным датчиком сразу, потому что он нам пригадится потом попозже. Дальше я взял катушку, бобину, кому как нравится. Коммутатор и реле-регулятор. Все это впоследствии понадобится для нормальной, корректной работы всего того, что я запихнул в мотор. Из вчерашних наблюдений я обнаружил, что сюда очень даже неплохо практически подходит плита от мотора 3KG Yamaha Jog и иже с ним. Далее, еще одно наблюдение показало, что, к примеру, китайческий генератор, статор генератора вернее, вот если его сюда вот так вот прижать, он идеально совпадает по отверстиям и по центрующей фаске. Ну, не фаске, скажем так, ну, короче, пофиг, не находится что-то у меня сейчас слово подходящего для описания сути дела. Далее. У меня давным-давно валялся со 139-го мотора ротор-генератора. У этого ротора-генератора, как и у большинства таких генераторов, в общем, вот это вот основание, куда шпонка завазит, грубо говоря, ну, в общем, посадочная, пристрелено на 6 точек, на 6 заклепок. Теоретически это можно было, в принципе, и приварить, как иной раз Хонда практикует, но они решили здесь обойтись с заклепками. И даже хорошо, что обошлись. Я все это дело разобрал. Оно было на алюминиевых заклепках. Заклепки срубываются без какого-либо труда. И разобрал ротор генератора этого мотора, о котором сегодня пойдет речь, по ноне. Здесь мне немножко пришлось, конечно, поорудовать. Получилось не совсем аккуратно. Но в нашем случае этот ротор нам уже больше не понадобится. Поэтому я тут не сильно, как бы, старался соблюдать чистоту эксперимента. С заклепки я спиливал бормашины. Все, что мне было нужно, это достать вот эту вот сердцевину из ротора. К сожалению, сердцевина крепится на 8 точек, а не на 6, как на роторе от 139 мотора. Но это, в принципе, не так уж и критично. Еще одно чудесное совпадение. Отверстие здесь и диаметр вот этот вот идеально совпадают без каких-либо токарных работ. И при просовывании одного в другое, ну, просто, прям, ну, просто сказка, как все это совпадает. То есть все, что нам остается, это потом совместить хотя бы два отверстия, как вот я сейчас показываю вам, вот они два сквозных. Они немножко со смещением, но если чуть-чуть рассверлиться, то будет то, что надо. А остальные отверстия просто перенарезать, скажем так, пересверлить. Что я, в общем-то, и сделаю. Скорее всего, я сейчас возьму полуавтоматом 4 из 6 вот этих отверстий, заварю. Аккуратно обработаю, чтобы они потом мне не мешали. И пересверлю под 8 отверстий. Клепать я буду или закручивать я пока не решил, но я больше склоняюсь к тому, чтобы, допустим, закрутить на 8 болтов под гайку. И дальше просто как-нибудь законтргайть или подрасклепать. Еще один момент, это то место, где раньше, в общем-то, скользил кулак зажигания контактного, надо будет срезать. То есть вот по вот эту вот, скажем так, ступеньку. То есть по этот перепад. Объясню почему. Дело в том, что когда устанавливается плита, я еще, правда, не решил, на какую высоту она будет устанавливаться. После того, как плиту мы установили, если попытаться установить сердцевину старого ротора-генератора, то она не садится до конца. Здесь, в общем-то, вот эта вот часть плиты мешает. И тут уже придется выбрать, что срезать. Либо вот это срезать, либо здесь что-то протачивать. Я больше склоняюсь к тому, чтобы избавиться от той части, которая, в общем-то, никогда больше и не будет задействована. Еще один момент здесь в том, что плита диаметром, родная плита, чуть-чуть меньше, чем плита Yamaha Jog 3kg. Сейчас я стою, вот, в общем-то, думаю по поводу того, что фрезеровать. Здесь чуть-чуть выбрать диаметр, чтобы плита села. Или плиту грызть. Плиту грызть не хочется, потому что здесь уже и так отверстия заготовлены. Одно из них очень даже неплохо совпадает. И потом надо будет просто прострелить в двух других местах еще два отверстия для того, чтобы вот эти вот две точки совпали. Еще один момент здесь будет, кстати, достаточно произвольный по поводу установки индуктивного датчика. Можно его ставить, ну, буквально, где вам заблагорассудится. То есть в том месте, где он, ну, лучше всего, так скажем, поместится. Опять же, по той причине, что мы пока еще вот эти вот две части не соединяли намертво. У нас здесь есть выступ-модулятор, который можно относительно шпоночного паза разместить совершенно в произвольном месте. Учитывая то, что у нас здесь кратность отверстий не совпадает, и мы можем буквально тут с шагом в 10 градусов, ну, буквально в совершенно произвольном месте поставить выступ-модулятор. И, соответственно, относительно него в любом произвольном месте с кратностью в 10 градусов, опять же, можем установить индуктивный датчик. Помимо всего, если сильно захотеть, то можно и в космос улететь. И, плюс ко всему, можно сюда при огромном желании разместить такие узлы, допустим, как коммутатор, к примеру, или катушку зажигания, которая здесь, в общем-то, была. И здесь есть все абсолютно, в общем, предпосылки для того, чтобы ее сюда запихнуть. Ну, провод, конечно, высокого напряжения коротковат, но если сильно захотеть, то можно все абсолютно здесь уместить, вплоть до реле-регулятора напряжения. Место здесь навалом. Учитывая тот факт, что здесь просто огроменная крышка, и место под ней теперь у нас резко добавляется, ввиду того, что сам по себе ротор меньше стал, причем порядком меньше. А здесь появляется масса свободного места под крышкой, чтобы все это здесь абсолютно без ущерба друг для друга уместилось. И внешне, когда двигатель будет собран, никто даже не догадается о том, что здесь стоит что-то неродное. Но это так, рассуждение на тему вольное. Ну, теперь суть попытки сюда все это дело в колхозе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а теперь немножко комментариев после этого немого кино. Теперь у нас превосходно стоит неродное зажигание, неродной ротор и, в общем, много чего неродного. Сейчас я сделаю чуть поближе и расскажу частично в подробностях, что было сделано, и покажу, что искра сейчас уже есть. У меня сейчас стоит 3-киджишная плита. На плите стоит генератор вот такого вот типа с двумя высоковольтными обмотками. Остальные обмотки идут для зарядки и для света. Ротор от 139-го QMB, сердцевина от этого мотора. Все это дело пересверлено, подогнано. Держится на винтах М5. И в торец везде я все проклепал для того, чтобы это все не раскрутилось. Индуктивный датчик стоит сверху. Он прекрасно помещается. Плита сделана так, чтобы она вращалась вперед-назад при необходимости. Также пропилены уши у индуктивного датчика для того, чтобы можно было тоже сделать при желании попозже, пораньше. Сейчас я временно поставил хондовский коммутатор. А вообще будет стоять коммутатор от китайца, потому что он лучше всего работает с китайским индуктивным датчиком. Хондовский коммутатор иной разбрыкается из-за того, что синусоида у этого датчика, ну скажем так, с отрицательным значением, вместо того, чтобы оно должно быть положительным. Итак, сейчас подключен коммутатор по распиновке хондовский. От генератора идет управляющий провод на катушку. И если сейчас двигатель поворачивать, можно увидеть даже и скру. Берем кучу переходников на дрель, головку на 22 и смотрим, что происходит. Глушится вся эта халабута при помощи провода килл-свич, так называемого, который обычно идет у нас по проводке черно-белого цвета. И при замыкании этого провода на корпус, искра зарубается на корню. В общем, достаточно просто для человека, который немножко в этом понимает. И, наверное, безумно сложно для того, кто в первый раз видит, как это все происходит. Попробуем все это дело завести. Тебе наушники дать? Нет. На. На. Тебе наушники. Все. Головка не затянута, а мы тут что-то хотим от него. Готов? Тест на легкий запуск. А че ты ушел? Ты ж у нас тоже сегодня виновник торжества. Иди сюда! Ты вечно, блин, крича, что тебя обижают. Они не знают, как ты себя ведешь за кадром. В общем, на сегодня у нас тема исчерпана. Я спрятался, мне не видно. Тебя не видно, да? Я считаю, что задуманное удалось, причем вполне себе успешно осталось только тут отладить, все заизолировать, чтобы оно нормально работало, подключить на мотоцикл и все это будет идеально работать. Так что у нас на сегодня все. С вами был Евгений Матвеев и Александр Хлопчик. Подписывайтесь, оценивайте, еще трэша будет целая куча, чувствую. Так что всем привет из города Саки. Что-то не влезет. Натягивается? Блин, слушай. Подожди. Натягивается. Кто натягивается? Бачок, иди зажимай. Надо вот так вот, Джека. Кого? Потому что кар будет переливать потом. А давай сейчас чуркобеса подложим. Вот так вот, давай, поднесем. Опачич. Все, кидай. Хуй, ес, от себя и... Хуй, ебало, ебало. Ла, ла. Бей, слышишь, оно не кашлянет, потом без лицов не останемся мы? Нет. А потом еще все эти контактики, все это подделывается, вообще будет бомба. А прикинь, сюда катушку еще как-то спрятать. Следующий Юпитер? Только с двумя датчиками. Кстати, запросто. Вот так из такой плиты делается две штуки, сваривается. Один индуктивник сюда, другой туда, и все будет работать. А ты имеешь в виду вот эта вот хуйня, крепление это надо на вторую сторону? Да. Ну и все. Я еще хочу. Приколола? Приколола?